так парни всем привет когда-то давно у меня выходило видео на канале посвященные картижам d101 d101s который устанавливается в аппарат ml2160 и им подобные где я пытался разобраться почему некоторые картижи бледнят причем бледнят с одного края в основном это с это левая часть картижа вот пытался разобраться с этим вопросом очень много подписчиков подкинула принципе неплохих идей что-то помогало что-то не помогало вот но я заметил что с довольно такой назойливой периодичностью подписчики интересуются удалось мне решить данную проблему или нет ну полностью я ее не решил но как мне кажется корень проблемы все же найден самого картижа мне нету его его на столе не будет но в принципе он нам особо и не нужен значит смотрите что удалось мне выявить выловить даже так скажем вот у меня пакетики лежат бушинге магнитного вала ну в принципе там устанавливается не магнитный вал овал переноса так как на самсунгах на на подобных валах отсутствует магнитная часть поэтому правильнее его назвать все же вал переноса так вот завода устанавливается вот такие вот розовые бушинги ну втулки бушинги так вот я заметил что если взять заправить картиж который будет печатать идеально заменить вот эти вот бушинги на новые причем обратите внимание какое у меня количество этих бушингов то есть в данном отделе у меня лежат те что ставятся на 2160 вот уже есть и и пробованные есть и новенькие всякие так вот я их брал различных компаний и результат вы был везде принципе одинаков 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 плохо вот как ни крути то есть как я не пытался подобрать какую какую-нибудь компанию стоит заменить вот эти бушинги картиж начинал довольно сильно бледнить я занялся данным вопросом и выяснил оказалось что вот эти вот бушинги которые мы покупаем взамен заводских а сейчас его достану но так вот толщина самого материала из которого сделан бушинг он оказывается несколько толще чем толщина материала который стоит на заводском бушинге и у нас получается следующий эффект то есть они нужны для чего с помощью этих бушингов выставляется необходимый зазор между валом переноса и фото валом так вот если мы меняем эти бушинге заводских на иные вот этот вот зазор получается чуть чуть толще в результате этого тоннер переносится хуже и мы имеем довольно таки бледную печать поэтому я стараюсь вот эти вот заводские бушинги вынашивать ну просто но я не знаю смерть даже у меня были случаи что я их беру снимаю они уже ну по сути рассыпаются в руке вскрылись как как розочка все рваные все кривые но тем не менее ставишь и она печатает идеально меняешь на новый все появляется бледность вот как быть как когда нету данных бушингов то есть они или потерялись или они порвались или пришли в полную негодность абсолютную негодность но в этом случае ребята приходится менять комплектом дозирующая лезвие магнитный вал прошу прощения вал переноса и довольно часто приходится менять на данном картридже фото вал тоже то есть до данный картридже доставляют проблему вот и как бы я вот нашел что да дело в этих бушингах но что делать где подбирать подобные похожие непонятно перепробовал я различные бушинги ну например типа размер данных бушингов подходит с принт с картриджа 15а 12а но дело в том что они еще толще поэтому на данный картридже их не не поставишь ну поставить то можно но бледность появляется еще больше так что вот так надеюсь данное видео поможет кому-то вот если кто-то сумеет копнуть в этом направлении и найдет достойную замену бушингов пишите я буду очень рад всем пока а